Машинные масла, резина, автомобили, всё вспыхнуло как спичка в считанные мгновения. Жуткий пожар 3 февраля войдёт в чёрную летопись Красноярска. Моя коллега Дина Володина восстановила хронологию событий по минутам. Как это было, смотрите специальный репортаж «Февральская трагедия». 10.39. К месту пожара прибыла третья пожарно-спасательная часть. Густой чёрный дым, открытое пламя. Самостоятельно эвакуировались 64 человека. В здании остаётся один сотрудник. Услышали крики, почувствовали дым и начали выбегать. Там уже весь склад был просто в дыму. А потом уже стёкла пошли стрелять. 11.15. Объявлен ранг пожара в третьей степени. 11.28. Обрушение конструктивных перекрытий. 11.56. Пропала связь со звеном газодымозащитной службы пожарной части номер 3. 13.00. На место пожара прибыли спасатели. Их 7 человек. Мы надеялись, что они всё равно живы будут. До последнего. Хотя уже мой зять должен был идти вместе с ними. Он просто не успел на машину. Первая машина как быстро выехала. И следом ехала машина. Он уже вторую заскочил. Они-то быстро приехали и сразу их отправили. Или они сами пошли. А он не успел. И вот он говорит, что там быстро всё произошло в течение 20 минут. Это всё. Этот жуткий пожар войдёт в чёрную летопись Красноярска. Резина, машинные масла и автомобили. Всё вспыхнуло, как спичка, в считанные секунды. Первый расчёт прибыл через 5 минут. На месте пожара внутри здания шёл густой дым. И наблюдалось пламяное горение. Внутри находится пластик, запчасти от автомобиля. Также картон и другая горючая загрузка. Площадь возгорания за несколько часов увеличилась с 800 квадратных метров до почти 4000. Сложная планировка внутри здания, высокие температуры горения, обрушение кровли и загруженность склада горючими материалами. Для ликвидации этого пожара потребовались почти сутки. На месте работало 176 человек и 55 единиц техники. 14.48. Спасатели приступили к пенной атаке. Возобновлены поисковые работы. 15.07. Обнаружен погибший. Личность установлена. Это сотрудник склада. Короче, последняя информация. Все звенья вылили, кроме одного, которое потерялось. Это второе отделение нашей тройки. Что говорит, уже слышно было, что маски сняли в дыму, что хрипели, передавали, что не могут найти выход. Кончился воздух и так далее. Связь с тремя пожарными из первого звена, которые отправились на поиски этого человека, не восстановлена. Известно, что запаса кислорода в баллоне и их спецкостюмов хватает только на 45 минут. Позвонила невестка с работы. Я даже телевизор не включала, потому что внуки как бы это. И вот невестка звонит, говорит, мам, там, по-моему, с Толиком, с нашим беда. Я говорю, смысл, беда. Там, говорит, пожар их придавил. Я говорю, да нет, не может быть. И тут сосед, мальчишка, забегает, тетя Таня, вы уже знаете. Я говорю, ну, Настя позвонила. Я говорю, не может быть такого. И давай своей дочери звонить. Она говорит, мама, не надо мне ничего говорить. И вот до Кости не можем звонить ни Толику, ни Лёше, ни Кости. Никто трубку не берёт. Погибшие пожарные много лет работали в МЧС. Это командир звена, старший прапорщик Алексей Пузырёв, ему 45 лет, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, 46 лет, и сержант Максим Рябцев. 6 марта ему исполнилось бы 28. В память о спасателях, умерших при исполнении долга, их коллеги на месте трагедии устроили импровизированный мемориал. Принесли цветы, свечи и табличку с именами ушедших из жизни товарищей. Пожарным удалось практически невозможно локализовать очаг возгорания и не допустить распространения огня на соседние здания. Есть такая профессия. Люди каждый день уходят на работу, рискуя не вернуться домой. Ветеран пожарной охраны Валерий Щербаков рассказывает, он проработал в пожарной охране почти 40 лет и знает, что такое серьёзный пожар. Да, в любой момент может прозвучать сигнал тревоги, и ты выезжаешь на пожар. А на пожаре абсолютно разные ситуации. Разные пожары и по сложности, и по времени их тушения. Бывает, что и сутками работаешь, и такое редко, но были такие пожары. Могу вспомнить, как пример, 3 мая 90-го года, когда были массовые пожары, горели, скажем, целые улицы, дома. Горело тогда Зверсовхоз, знаменитый, в тот же день был пожар Шуваева, когда чуть ли не полсела, кажется, сгорело. Пожару 3 февраля присвоили третий ранг сложности. Из пяти возможных на складе сгорели 22 машины. Большая часть восстановлению не подлежит, но некоторые авто можно разобрать на запчасти. Однако собственники этих машин, говорят, не об имуществе думали, а о человеческом подвиге ценой в жизнь. Больше всего за пожарников переживали. На второй план ушла уже новость, когда узнали про погибших. То есть уже перестали жалеть, ушла и ушла. То есть остальное все решаемо. Спасатели погибших в Красноярске в результате пожара на складе посмертно наградили орденами мужества. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщили в МЧС, по краю пожарные награждены за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. Также губернатор края Александра Русс распорядился выплатить родственникам всех погибших по одному миллиону рублей. Мать хорошая, на хорошем счету и на работе. Эти спасатели были по-настоящему преданы своей работе, по словам родственников. Дружили они с детства, всегда ходили вместе. Анатолий и его друг Алексей Пузырев очень часто рядом друг к другу на снимках всю жизнь вместе. Вместе и погибли в этом страшном пожаре. У обоих старших прапорщиков остались жены и дети. Вот как вспоминают про Анатолия и его близкие. Внимательный сын и зять, заботливый отец, любящий муж. Два голубка прожили очень дружно. А какой он заботливый отец. Это он свою дочь обожал. Не знаю как. Вместе в садик увезет, привезет. Потом в школу. Вот она 11 класс заканчивает. Это каждый день. Представляете, в школу туда-обратно. Потом родился сын. День рождения его. Это был такой подарок. Это либо судьба. Семьи пожарных тоже особенные. Они знают, их мужчина выбрал важную работу. И они также готовы к тому, что в любой момент телефон может позвонить. Пожар. На работе он вообще всегда. Какой бы это что-то не был. Он первый лез. Как говорится, он это так. Все на первую. Если ему надо было больше. Отдыхал. Вперед надо ему. А если где-то только пожар. А у них же все это на этом. И он сразу садится на свою машину.